Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. А с нами на связи российский журналист, корреспондент «Новой газеты» Павел Коныгин. Здравствуйте, Павел! Добрый день, Михаил! Ситуация с российскими СМИ продолжает быть странной. Ограничимся такой пока формулировкой. Вот сегодня сообщили, что в реестр СМИ иноагентов значительно пополнился. Еще 22 журналиста и правозащитников внесены туда. И среди них есть главный редактор «Медиазон» и Сергей Смирнов, издатель проекта Петр Верзилов, участники движения «Голос» и так далее. До этого желтые карточки в виде признания иноагентов получил телеканал «Дождь». Ряд других изданий, отдельные журналисты и так далее. А вот сегодня, когда мы с вами разговариваем, появилось сообщение, что в квартирах Романа Доброхотова, шеф-редактора издания «The Insider» проходят обыски. Ну, вроде бы сам он находится за границей, там ситуация непонятная. Мой вопрос к вам такой. На ваш взгляд, вот все то, что происходит последние месяцы, это какая-то целенаправленная кампания против СМИ? Но тогда все, когда она только начиналась, все ожидали, что это некая такая зачистка перед выборами. Но выборы прошли, а кампания продолжается. Почему и зачем, на ваш взгляд? Мне кажется, было большой иллюзией, вводящей в заблуждение полагать, что это все закончится вместе с выборами. Потому что, ну, это против каких бы то ни было разумных законов существования систем. Система настроена была уже несколько лет назад на то, чтобы действительно работать в качестве такой репрессивной машины. То есть репрессивная машина, я извиняюсь, была настроена несколько лет назад для того, чтобы отрабатывать конкретные какие-то, значит, случаи в плане, значит, борьбы с критиками режима, с критиками власти, вот с первым делом попались, вот под каток попали правозащитные организации, значит, и общественники какие-то, какие как Мемориал, Русь сидящая, там были и персоналии, например, Лев Пономарев, да, вот, и многие другие организации. Затем потихонечку-потихонечку репрессивная машина стала подбираться и к журналистам. А до этого, конечно же, и до журналистов, и до правозащитников под ударом находились политические движения, организации, политики, независимые какие-то активисты и структуры, которые пытались как-то влиять на политический курс, на процесс принятия решений. Но все, но потихонечку-потихонечку государство это все откусывало, раз за разом съедало, растаптывало и, в общем, пришли, наконец, вот и, что называется, к нам. Кто будет дальше? Дальше все будет развиваться, я думаю, качественно, скорее, не количественно, потому что количественно не так много осталось, кого еще можно скушать. А вот работать качественно, как вот в случае, например, сегодня с Доброхотовым, это новое расширение, это новое углубление, это новое дно. Когда человека, СМИ которого уже признано иноагентом, начинают отрабатывать уже лично. Его объявляют, значит, в розыск, возбуждают по нему уголовное дело по пересечению границы с Украиной, там, в Луганской области, что совершенно какой-то абсурд, просто невероятный. Ну, видимо, как-то, не знаю, придумали, за что зацепиться. И дальше, мне кажется, таких дел будет становиться только больше. Вряд ли будут судить журналистов за журналистскую деятельность. Все-таки власть, она еще опасается окончательно, да, вот как бы слиться с советской властью по своему какому-то реноме. Но, по сути, по сути, все движется именно туда. Да, статьи будут не за антисоветскую деятельность, а за, я не знаю, там, за какие-то недозданные налоговые декларации, за какие-то там мелкие, я не знаю, надо придираться по какой-то финансовой части, потому что отчетности, это все такое очень сложное. В наших реалиях дело, затем, если порыться, можно много чего напридумывать, да, можно в личную, в семейную жизнь залезть, можно найти каких-то старых, значит, там, недоброжелателей. В общем, грязное белье, да, вынуть можно и извратить на любой манер. И мы знаем, что это было и советское время. К сожалению, нынешняя власть идет, пусть и несколько маскируясь, но тем же путем. Павел, вы сказали, что мы не знаем, как на нас это отразится. На нас вы имеете на всем журналистском сообществе или конкретно новую газету? Я вот меня, вот мне просто интересно, как работает сегодня вот той же новой газете, которая достаточно жестко критикует власть, проводит достаточно серьезные расследования, которые затрагивают самых высокопоставленных людей. Вот в связи с тем, что происходит, включился какой-то внутренний редактор, включилось ощущение опасности, давайте будем поосторожнее, давайте вот будем более бдительны, не давать повода, чтобы и с нами поступили так, как с «Медузой», допустим. Я могу сказать, что, конечно, вот вообще среди всех коллег, не только в «Новой газете», но и вообще в журналистском сообществе, среди моих друзей, приятелей, конечно, вот это состояние такого, ну, скажем так, мягко говоря, недоумения, которое переходит в тревогу по поводу всего происходящего, действительно люди несколько... Ну, власти того и добивались, да, они пытались дезориентировать журналистское сообщество, даже не дезориентировать, а посеять какую-то тревожность, чтобы люди действительно думали несколько раз, прежде чем они что-то скажут, сделают, напишут. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что надо продолжать, это наш долг, работать так, как нас учили, работать как в наших, значит, в наши лучшие годы, как мы это умеем делать, и не бояться называть вещи своими именами. Конечно, я очень часто слышу от разных людей, что в советском мире было еще хуже, что вот наши, значит, старшие товарищи сумели выжить и пережить то время, и, значит, не испортиться, да, по крайней мере, внутри. Вот. И зопов язык, опять же, нам в помощь, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что, конечно же, это своего рода такой компромисс, который, конечно, придется кому-то рассмотреть, кому-то иначе взглянуть на свою профессиональную деятельность. Но мне бы не хотелось идти этим путем. Но, конечно же, второй путь, да, альтернативный, он гораздо опаснее, он сложнее, и он, чего греха отойти, он более короткий, он более короткий, да, потому что невозможно сохранять качество профессии, да, каким мы привыкли ее видеть, да, какой мы привыкли ее видеть и ее планку высокую поддерживать, находясь в такой токсичной, в такой абсолютно невероятно агрессивной среде. тем не менее, это удается, мы видим, что в России остаются издания, и что, несмотря на статусы и на агентов, продолжают работать и Медуза, продолжают работать и важные истории, и Дождь, и остается много изданий, которые без этого статуса работают. я не хочу даже загадывать, даже не спрашивать, чего я жду и чего я и мои коллеги боимся. Но, тем не менее, есть еще издания и наши газеты, и Верх Москвы, и еще много других, которые продолжают каждый день делать профессионально свою работу, а там будь что будет. Вот мне кажется, что, конечно, надо сохранять высокий уровень профессионализма и сохранять возможность говорить правильные и важные и болезненные вещи. Вот, как можно дольше. Я к этому вопросу еще вернусь, но сначала у меня чисто профессиональный вопрос. Вы упомянули, что в советское время тоже люди продолжали работать, несмотря на то, что по их мнению ситуация была еще хуже. Я, как человек, живший и работавший по этой же профессии в Советском Союзе, могу точно подтвердить все это. И тогда тоже искали какие-то лазейки, новые формы, как вы упомянули, там, изопов язык, что-то между строк недосказанное, иносказательное и так далее. Находите ли вы какие-то другие пути, другие формы работы нетрадиционные? У вас печатное издание, ну вы еще плюс в интернете есть сайт, для того, чтобы быть готовыми к тому, что если вот что-то одно закроется, то будет другое? Или просто для того, чтобы расширить ту аудиторию, которая сегодня скукоживается? да, это действительно глобальная проблема, и она не только в странах, где авторитарный режим средствует, как в России, Беларуси, в Турции, но и в странах демократического толка, в демократических режимах. Аудитория действительно отходит от печатного слова, даже от того, что публикуют на веб-сайтах, и все больше стремится на мультимедийные платформы, такие как YouTube, например, я уж не буду говорить про новых тигров, таких как TikTok, например, это совершенно новое явление, к которому медиа все пытаются подобраться, но с большим трудом это у них получается. Так вот, в России вот это движение, оно еще более стало еще более радикальным, потому что в России, как мы знаем, как мы сами знаем, не так много ресурсов, с помощью которых люди могут получать качественную и быструю проверенную информацию, и свободную информацию, свободную от цензуры, от самоцензуры, какие там десятки изданий, которые мы с вами обсуждаем, которые остались, они не могут восполнить, не могут удовлетворить интересам и потребности, могут взять потребности миллионов, миллионной аудитории, которая привыкла смотреть телевидение. Вот сейчас телевидение потихонечку все-таки уступает место Ютьюбу, власти России пытаются этот процесс как-то под контроль поставить, но запаздывают. И вот мне кажется, здесь очень хорошая есть возможность для молодых проектов как-то себя проявить, еще есть время до тех пор, пока Ютьюб еще существует и с ним ничего плохого не сделали, по крайней мере в России. И, конечно, мы тоже решили воспользоваться этим моментом и запустили там шоу, которое называется «Продолжение следует». Мы берем архивные расследования и репортажи, которые вышли, ну, в частности, в «Новой газете» и в планах у нас использовать как ресурсную базу другие издания. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими независимыми изданиями в России, которые занимались расследованиями, которые занимались отличными, которые делали отличные репортажи и интервью. И мы их перекладываем в формат аудиопостановок. Мы приглашаем наших замечательных друзей, актеров, музыкантов, журналистов Леонид Парфенов, Чулпан Хаматова, Алексей Пиловаров, Виторган, актер Виторган или актер Артур Смоливининов. Они приходят и читают эти тексты, оживляют их с помощью великолепного саунд-дизайна. Мы делаем фактически кино, которое вы слушаете с помощью своих наушников или колонок. Это действительно очень такое формат, который погружает зрителей, слушателей в этот продукт. И выяснилось, что это очень и очень востребовано среди аудитории YouTube, среди аудитории, которая привыкла к картинке обычно. Да, которая привыкла к картинке, которая вряд ли читала «Медузу», «Новую газету», «Эхо Москвы», «Дождь» и так далее, и так далее, и так далее. Которая привыкла смотреть. И здесь она начала потихонечку слушать. Мы делаем также какой-то легкий видеоряд, чтобы люди не только слушали, но и обращаясь к экрану, видели какую-то картинку в виде слайд-шоу, в виде фотографии, в виде какой-то анимации. И наши подкасты некоторые набирают по 300-400 тысяч прослушиваний тире просмотров. Например, выпуск про Курск, где мы переупаковываем расследование Елены Милашиной, посвященное гибели подлодке, или про рязанский сахар, так называемый. Это про учения в Рязани в 99-м году, когда, если вы помните, в подвале одного из домов нашли мешки с дексагеном, а ФСБ тут же поторопилась назвать это учениями. Тоже очень популярный выпуск. Про в первую встречу Плитковской и Кадырова в 2004 году, когда Плитковской в ноги стреляли из автоматов во время этого так называемого интервью, всячески издевались над ней. Она описывает все эти сцены, описывает Кадырова, и его портрет полностью является современным и отвечающим его нынешнему облику. Поэтому это все стало востребовано. Я думаю, что идти туда, идти в YouTube и пытаться работать с аудиторией на этой платформе, разговаривать на понятном ей языке, в том числе форматном, используя какие-то визуальные приемы, используя качественный саунд-дизайн, интересную захватывающую подачу. Established Media, такие Grandes, они, конечно, тоже могут дифферсифицировать, что называется, найти новую аудиторию, постараться освежить ее и придать какой-то новый импульс профессии, которая, конечно же, сейчас находится в России, по крайней мере, точно в кризисе. Ну, конечно же, и во всем мире, потому что люди, скажем так, ресурс доверия людей к СМИ, он истощается по разному, это происходит по разным причинам, по самым разным. Виноваты, конечно же, в том числе, даже наступил в игрушке детской, виноваты в том числе и сами журналисты, но тем не менее, тем не менее, мне кажется, обучившись новым возможностям, новым техническим средствам, можно, по крайней мере, как-то угнаться за этой новой волной. Ну что ж, будем надеяться, что на этой площадке, на которую вы вступили и, судя по всему, удачно до вас не доберутся и она будет успешно развиваться, как и пожелают остальным вашим коллегам и изданиям. Павел, всего вам доброго, удачи, до свидания. Спасибо. На этом все, напомню, что с нами на связи был российский журналист Павел Коныгин. Всего доброго.